Дело в том, что у Надежды Мальцевой есть, как у всякого поэта, почти у всякого, есть одна почему-то знаменитая на всю Европу песня. Натана Болтянская, которая никогда не пишет песен на чужие стихи, сделала одно исключение. Она написала знаменитую свою песню «Что же ты плачешь всю ночь под окном», прошлого, ставшего тёмным пятном, на стихи Надежды. Ну, Наталая, наверное, не смогла прийти, а то ещё и придёт. Но супруги Новосильцева здесь присутствуют, и у них есть песня на стихи Надежды Мальцевой. Коль скоро Надежда предоставляет им слово, то я предоставлю тем более. Вот так это выглядит, видите, стих сопровождения доз. Я хочу поблагодарить Надежду, вот, как и все, наверное, кто знаком с этой чудесной книжкой. Спасибо за стихи. Это такая всегда для меня лично, просто личная моя радость, что вот сейчас, сегодня, вот в наше время сумасшедшее, рождаются такие стихи, такие настоящие слова. И действительно, вот целая, цельная книга, не просто отдельная. Вот это целая сюиты, или вообще нет, это более крупная форма, чем сюиты. Но каждое стиховарение – это музыкальная пьеса, поэтому, конечно, мне просто ничего не оставалось, хотелось бы спеть. Вот эта первая песня называется «Вальс. Три четверти века». Помочь? Могу ступаться. Ну, ничего. И, в общем, этот вальс, конечно, очень уместен в этих стенах. Одно слово, которое все время будет продолжать наш сегодняшний вечер, сопровождать. Конечно, творчество Мальцевой насквозь проникнуто в мать его русская эмиграция, поскольку, вот, неудобно повторяться по поводу того, что я сейчас говорил на втором этаже. Конечно, все, кто хоть немножко занимался в моих семинарах с середины 80-х годов, они так пропитаны русской эмигрантской поэзией, что неизбежно были, должны, ну, хоть немножко ее полюбить. Ну, а что вышло, вам стоит. О, Митреш и Казань, и Царицы, Это, Корицын, чужая страна. Дорого стоят здесь грошек в Дорице, Проданы кольца и крестик сестрицам, Так что пора продавать ордена. Так что пора продавать ордена. Стулья в кафе протираем портками, Спорим о доводах, и как мы могли Бросить и честь, и отечество, огнями, Выжить, как крысы, Взбежав с узелками, Скудными горстками русской земли. Скудными горстками русской земли. Хочем сквозь смех и сквозь слезы спьемся, Вальсами зумевшей рельсы кружи. Пульсы эпохи мы все еще бьемся, Может, вернемся, а если вернемся, Что нам приснится под сенью ракей? Что нам приснится под сенью ракей? Кто там на тройке проносятся к янам, Господи, что за известный маршрут Из бубенцами шины на пару Наши цыганы поют под гитару И про счастливую талию в рот, И про счастливую талию в рот. Вкус позабытый венгерских швучек, Запоги рлен и блеск и полет, Не целовать уже беленьких ручек, Красные ручки нарконовских сучек, Черный приставят к виску пистолет, Черный приставят к виску пистолет. Да, мы привыкли мы нынче к силухам, Крепок, как пот на войне, самогон, Что же длиться, не падайте духом, Верьте случайно, но гнофтам и слухам, И не срывайте поручик погон, И не срывайте поручик погон. Вспомните город какой-нибудь светский, Что обрезкой налейте вина. Звезды успешно, морозец крещенский, Как этот бельжинский воздух вселенский, Выстудил душу до самого дна, Выстудил душу до самого дна. Кто-то расстрелял, Кого-то в бутырке, Держат иминием за божих царя, Шепчем мы ритвы и штопаем дырки, Так и нищета нас достает за шкирками, Тратим последнюю пулю зазрелый, Тратим последнюю пулю зазрелый, И остается лишь крохотный лучик, Горикой надежды, избеданной сумы, Пусть после смерти отыщется ключик, Мы непременно вернемся поручи, Мы непременно вернемся поручи, Даже пускай это будем не мы, Даже пускай это будем не мы. Мы непременно вернемся поручи, Мы непременно вернемся поручи, Даже пускай это будем не мы. Даже пускай это будем не мы.